В регионе с начала пандемии было выявлено 221 тысяча случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки зарегистрировано полторы тысячи. Выздоровели при этом всего одна тысяча человек. В больницах Саратовской области на сегодняшний день, по данным медиков, с диагнозом COVID-19 находится почти 2000 пациентов. По возрасту среди заболевших дети от 6 лет – 175, от 7 до 14 – 212, от 15 до 17 – 73. Больше всего случаев заражения в группе от 30 до 49 лет – 327. Также много людей болеет в возрасте от 50 лет и старше. В 2022 году планируется произвести 1 миллион 800 тысяч тонн подсолнечника, 4 миллиона 400 тысяч тонн зерна, 366 тысяч тонн сахарной свеклы, 367 тысяч тонн овощей бахчевых и 138 тысяч тонн картофеля. Об этом журналистам информагентства «Саратов-24» рассказали в Министерстве сельского хозяйства области. На сегодняшний день уже посеяно свыше 60 тысяч гектар ржи, также свыше 1 миллиона гектар пшеницы. Приобрели свыше 18 тысяч тонн подсолнечника сортового, гибридов кукурузы, подсолнечника гибридного и сахарной свеклы. В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол. В настоящий момент в регионе есть только одна юношеская автошкола «Орленок», расположенная в Саратове. Изучать правила дорожного движения, осваивать мастерство вождения в ней могут только школьники из областного центра и Энгельса. Филиалы планируется открыть в Саратове, Энгельсе, Балакове, Новоузенске, Александрово-Гае, Калининске, Балашове, Петровске, Ивантеевке и Одинках.